Так, всем привет, с вами Тексас. У нас тут турнир 1 на 1 намечается. Вот прематч All Star Cup, на секундочку. И первый матч получается я же играю против Айсберга. Ох, мне кажется мне будет очень больно. Опять-таки формат 1 на 1, правила там в целом вполне ясны. Нельзя собирать руны, нельзя бить лесных хрипов. Играем на одинаковых героях. Сейчас у нас первый герой вроде как, опа, это лишняя плашка, но подписывайтесь на канал. Так, у нас Леон получается. Первый герой. Я уже чувствую свою боль. Ох. Кстати, если что, от париматч проходит также еще и конкурс. Призовой фонд на 10 тысяч баксов. И там суть в том, что нужно предсказать верно 4 первых места на турнире. Плашка есть в описании под видео. Приходите, вводите порядковый номер того, кто займет первое, второе. Третье, четвертое место. Ну и, соответственно, если вы угадываете все, то тогда сражайтесь за весьма неплохой призовой фонд на турнире. Ну а мы как бы вот начинаем первую Котеллу. Опять-таки я, как бы, я же играю сейчас за силу тьмы в Атакоме Леон. Но не думаю, что мне сет поможет хоть немножко здесь раскатать Бодяныча. Все-таки уровень наш слишком-слишком разнится. Я такой. Чисто вы знаете, на турнире выполняю роль одновременно и комментатора, и получается игрока. Мы в понятии не имеем, что тут делать нужно. Сложно. Очень сложно. Так, бодиблок разрешен. Бодиблок разрешен. Это делать можно. Так что этим и поповышляем. Было бы неплохо еще вард поставить. О, можно даже типать еще. Вообще кайф. Второй матч будет на пугне. Матч в формате Best of 2. Такой вот групповый этап. Сегодня будет, если не ошибаюсь, 4 матча. Вот сейчас первый матч я против Айсберга. Потом будет матч, если не ошибаюсь, я против Финаргода. Ну, а потом уже я перейду чисто на роль комментатора. И сегодня кто у нас катает еще? НС катает сегодня матч. Точно один матч у НС. Сто процентов, я уверен. И, видимо, Гостик и Старый Бок еще катают сегодня. Но я на списании чуть позже сообщу, потому что, если честно, я вот не все сейчас помню. Пойду обратно схожу. Дилей есть на стриме. Одна минута. Сразу после матча Нави. А буханал в финале, да, получается. Совершенно верно. Ну, я надеюсь, что хотя бы 5 минут продержусь. Хотя, если честно, я в этом очень сильно сомневаюсь. Что мне это удастся. Будет сложновато. Будет крайне сложно. Так. Сейчас крипов зафакаплю. Вот Задайр плохо всегда у меня было с блоком. При этом, опять-таки, в плане мида я почти не играю. В плане рейтинга, опять-таки, я дно. Раньше, да, как бы раньше, там было 5500 ММРа. Я катал, думал, вот он. Мой путь в киберспорт очень близок. Но, как бы, нет. Потом я начал комментировать. И рейтинг начал скатываться. Что, в целом, вполне логично. Думаю, что я очень плохо заблочил. Сейчас буду стоять на возвышенности. У Бадяныча. Да, здорово. Не, кстати, не так уж и плохо. Нормально. Почти по центру. Опа, мисс на хайграунд. Естественно. Опа, попал. Хорош. Тихо. Опасно. А я рассчитывал подкопать, вообще-то. Опа, да ты шо. Я, блин, прям наваливаю, я смотрю. Как бы щелочку найти. Елочки далеко. Ладно, крепоту. Так тоже можно заруинить немножко. Ух. Сложно. Ручки потеют. А! Не, ну это фиаско. Этот. Тихо, креп. Мой. Все. Вы этого не видели. Я этого не видел. Мы это все забыли. Я просто волнуюсь. Да как? Ладно, сейчас раскликаюсь, раскликаюсь. Там уж, конечно, все. Да е-мое. Крепые. Не души. О, спасибо. А что мне, по смоткам? Понятненько. Ну, проблема одна в том, что я очень сильно проигрываю крипстат. Прям очень чисто. Я чувствую, как у меня крипы... Иди, не трогай меня. Я боюсь. Ну, крипы, пошли за мной. Даймоны. Нет. Нет. Что-то меня не устраивает. Ай! Да за шо? Бодя, не души. Что-то еще Савючка отвезти. Надо ждать. Хотел развести на подкоп. Не получилось. Залетит на Сакас, буханал покомментить. О, вообще кайф. Нужен Сакастер. Особенно на мои матчи, когда я сам играю, одновременно комментировать тяжеловато получается. Это было бы неплохо. Так что по левелу. Но я понимаю, мы катаем то, что в левелах. У кого-то первый палец, тот пальчиком прощупает. Почву, так сказать. И все, и ты улетаешь. Не надо меня сосать. Получается копнуть. Не, ну в принципе, в принципе. Три минуты. Я еще не сдох. Я в принципе с собой доволен. Не надо. Крипочка. Хорош. Все, не трогай. Не трогай меня, не души. Ну не души. Ну не души, пожалуйста. Not today. О, обоюдочка. Хорошо за всем. А! Это было близко. Блин, ладно, сейчас будет. Не надо. Не надо. Я вижу. Как-то на меня. Все, я сдох. А, нет! Мисс! Fairy Fire спасает жизнь. Есть ли ставки на эти матчи? На эти матчи есть конкурс прогнозистов. На получается 10 тысяч баксов. То есть можно предсказать. Все. До двух смертей. Сейчас меня кто-то пальцем пощупает. Я так понимаю. И все. И заканчивается мой киберспорт. Там еще и ботл мне привез, а? Ты что делаешь? А-а-а! Мисс! Ну да, тут на Леоне без шансов. Если ты ФБ сливаешь, то все. Ну, в принципе, я был близок. Я был крайне близок. Логично, что я проиграл. Я в этом не сомневался. Но это матч как бы в формате Best of 2. Так что пока что 1-1. Следующий матч будет на ком? На... На пугне, если не ошибаюсь. Так, небольшая музыкальная пауза. А, нет. Может, начекну статистику. Ну, как бы опять-таки логично, что играется все это до смерти. Потому что получаешь опыт, получаешь палец. Пальцем щупаешь. И соперник улетает. Ну, понятное дело, что я проиграл сильно. 23 на 14 по крипам прям боди меня перебил. Ну, я там один раз подразмял. Хотя, я думаю, что там был калькулейтед от Бодяныча. Там был и фэрифайер. Он все понимал как бы. Один раз промахнулся, кстати, он под копом в меня. Что, в принципе, неплохо было. Честно, я размансил. Прочитал. Но проиграл закономерно. Так, небольшая музыкальная пауза. Сейчас я залетаю в лобби на вторую Котелу. И вторая катка на пугне. Вот так вот. Баннер в описании. Конкурс на 10 тысяч баксов. На 10 тысяч баксов. Там по зависимости от вашего региона. Будет написана призовая как бы сумма, скажем так. Ну и, соответственно, нужно предсказать верно 4 победителя на турнире. По местам первым. На турнире участвует 8 человек. Это получается Старый Бок, НС, Афоня. Айсберг, Флай, я, Финаргот. И кого-то я забыл. Кого я забыл? Если кого-то забыл, напиши в чат, пожалуйста. Так, сейчас я... Секундочку. Кто там еще у меня по соперникам? А, Гостик. Я Гостик, наверное, не назвал. Вот так вот. Так, ладно. Музыкальная пауза. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Пугна, Пугна, Пугневич. Вот он. Правильно? Все, я ничего не путаю. Вроде Пугна. Так, вроде Пугна. Погнали. Так, так, так. Вторая Котелла. Матч в формате Best of 2. Первую карту я уже благополучно проиграл, естественно. Еще бы я ее не проиграл. Закупаемся. Вардецкий по-любому бах. Там даже два вардецких. Ведь их два есть. Ну, мало ли. Но я был близок. В скобочках не особо. Ну, по крипам, понятное дело, что в плане лейнинга я никак не могу пересадить Бодю. Тем более, учитывая то, что я в миде не играю. О, Пугна еще коронная. 18-го тира. Платиновая Пугна. Ну, все. На Леоне хотя бы мазал он подкопом. Один разок. Но сейчас на Пугне Бластом промазать будет сложно. У нас еще и Пугны похожи. Ну, а просто матч на линии. 24-4-5. Неплохо. Весьма неплохо. Отыграл. Так, на самом деле, было бы неплохо, пожалуй, брать на старте Сентряк. Я так понимаю. Потому что Сентри дает... Опа. Кстати, он уже доступен. В смысле, он не доступен. А в смысле, мне хватает денег на Сентряк уже. Я так понимаю, что сейчас будет по кайфу прочекать к стати. Ну, по идее, он ведь сейчас поставит вард и уйдет на линию. Для того, чтобы крипов стопить, я в теории могу сломать вард. Заготовочки, комбинации. Давайте вместе прорабатывать комбинации. Как нужно варды снимать. Так, так, так. Подкатываем. Быстенько вот так вот чекаем. Ну, давайте еще и сюда же бахну. И заодно вот так просто в тыльну. Не? Не получилось. Что ж, план был хорош. Но что-то я не досчитал. Видимо, в этой комбинации что-то пошло не по плану. Кстати, Bottle покупают. Body? В принципе, опа. Ну, все. Ну, все. Я поехал. Я говорил, ну, это гениально. Это было гениально. Вот сейчас я без камеры, но вы понимаете, я как бы как жабка. Знаете, вот так вот. Опа. Опа. Плюс бабки. Ну, как бы. На секундочку. Аналитика ошибок. Все. Все, как бы. Больше буста нет. Такого жесткого, как был раньше. И бодиблок успел сделать, а? Зачем стоит Турик, если Айсберг выиграет? Ну, фиг знает. Там еще есть Афоня. Там есть, как бы, на секундочку, НС. На Пужариусе покатает. Гостик. Старый бок. Правда, в Испании нет в пуле на турнире. Так что Старый бок на Виспе не сыграет. Но там, как бы, будет борьба, я уверен. Там тяжело определить, кто же выиграет Турик, на самом деле. Как бы у Боди шансы хорошие. Для меня он фаворит, кстати. Я поставил Бодю у себя в прогнозе. На топ-1. О, нормально, заблочил. Ну, все. Это я, конечно, уже приуныл. Не души, Крепол. А, понимаю. О, так нечестно. Он подо мной стоял. Все, маны нет. Денег нет, но вы держитесь. Мне кажется, зря я так сделал. Повелся я на эту провокацию. Подушку в свою сторону. Решил отвесить. Но мне сейчас ответить, мне кажется. Ну, ладно, неплохо. Плохо. Все, мне хана. Не души. Можно не мисс? Спасибо. Все, не души, не души, не души, не души. Отстань! Да за что? Спасибо. Ну, это нечестно. Эти хилы подводить еще. Ага, конечно. Не, надо было брать это. Надо было бы мангус брать сейчас. Нафига я подвожу себе стики? Ошибочка, ошибочка. Ладно, я наберусь опыта в этой сложнейшей битве в центре. Как говорится, легкие для Бадяныча. Первые легкие. А потом уже посмотрим классные матчи. Там где будут достойные соперники. А не всякие коммунтовачи доты. То бишь я. Опа! Первый Денай пошел. Все, разгоняюсь. Не души. Опа! Хорош! Хорош! Все! Киберспорт. А, что-то я это... Анимация не та совсем, как я ожидал. Ой, ахиллочку, ахиллочку вести нужно попыстрее же. Хоть ману по трейню. Отстань. Мне страшно. Я боюсь. О! Крепочек. В копилочку. Ай, почти. Я старался, вот честно. Я потел. Я старался. Афонис меняет Жекича. Совершенно верно. Жекич... Я видел историю Жекича. Жекич там с хвостом уехал в отпуск, получается. Не, все, механа. Отстань. Отстань. Не бузи. Ух, крипов как фармлю. Я уже чувствую. Деви-2. Нормальная линия. Мощно, мощно. Заря... А! Как же бодили... А, ну еще вард. Не надо! Ну за что, а? Вот что я тебе плохого сделал? Кстати, призов фон турнира 5000 баксов, на секундочку. Ай-яй-яй. Ой-ёй-ёй. Ну все. Моя остановочка. Пора выходить. Я так понимаю, специально поддал лезть на Леоне, чтобы Бодя расслабился next. Да, совершенно верно. Это был мой хитрый план. Да ну, что ты кнопки жмешь, как... Какой же я косой, какой же я кривой. Это не честно. Не надо меня сосать, пожалуйста. Все, высосан. Это Тиль. Ну, логично, в принципе, логично. Вот с Фенаргодом сейчас я посражаюсь, конечно. А вот первую катку тут без шансов. Крипов. Нужно мне учиться добивать крипов. По крипам, конечно, я просел. 34 на 14, 10 на 2. Строн, как говорится. Экономика растет. Ну, как бы общая сцена тут понятна. Она полностью не пишется, да? А почему? А вообще пишет только одного. Ну, ладно, как бы. GG, как говорится. GG VP. Так, следующая карта. Следующая карта на турнире. У нас, получается, Фенаргод и Тексас. То есть, получается, я опять-таки играю против Фенаргода. Ну, Фенаргод... Менее жесткий, нежели Бодя. Так что там уже можно попотеть. Но против Фенаргода нужно банить Пуджа. Потому что Пуджарь, софт Фенаргода там, я видел, жесткий. Много играет на этом герое. Любитель на Пуджарь скатается. У меня уже есть стратегия. У меня есть план. Которого я буду придерживаться. Для начала начну с того, что будут банить Пуджа. Ну, а потом уже по ситуации разберемся. Что-то как делать дальше. Матч был в формате, кстати, Best of 2 сейчас. То есть, я 2-0 проиграл. Два поинта, я так понимаю, для Боди. Ноль для меня. Падаю я в дно турнирной таблицы. Ах, было бы неплохо занять не последнее место. В принципе. Такой результат меня тоже весьма неплохо подмотивирует играть дальше. Ладно, музыкальная пауза. У нас по расписанию матч между мной и Фенаргодом. Матч будет, ну, я думаю, минут через 5. Если Фенаргод готов, то, наверное, раньше. Потому что я готов. Как бы я уже здесь. Я уже на месте. Также сегодня будет матч между Старым Богом и Фенаргодом. Ну, и изюминка, концовочка игрового дня. Это матч между Гостиком и Энессом. Ну, расписание на экране. Напомню, что есть конкурс на 10 тысяч баксов. От париматча нужно верно предсказать первые 4 местных на турнире. Уже у вас, как бы, есть небольшая оценочка, что меня ставить в топ-4 не стоит. Это вообще не вариант. Ну, и получается... У меня тут уже есть, как бы, рекомендация, что я отыграл как рак. Ну, логично. Это логично, и так далее логично. Но я старался. Мой, все-таки, первый матч против проигрока получился на самом деле. Какой счет? 2-0. 2-0. Победа Айсберга. Так, музыкальная пауза. 5 минут и матч между мной и Фенаргодом. То бишь, Тексас и Фенаргод.